Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. Сегодняшняя видюшка будет очень небольшая, но тем не менее на полезную тему. Продолжая тему 2D платформеров и собственно пиксель арта, я решил сделать видюшку по рисованию облаков. Так как при рисовании в других видео я их в принципе отделал, но как я это делал практически не объяснял. Так как на мой взгляд все было достаточно просто, но так казалось только мне. Поэтому все так же открываю новый документ 320 на 180 пикселей. Значит слой с фоном такого синего цвета, голубоватого точнее даже. И поверх него новый слой. Значит первое что хочется сделать это взять абсолютно белый цвет. Нет, не надо так делать, никогда. А вот примерно вот в этой вот области уже можно брать. Как бы он уже и достаточно белый можно сказать, но при этом он не белый. То есть давайте даже просто сравним как они будут отличаться. То есть видно что белый как-то так сильно прям бьет по глазам. Этот более такой тусклый вариант, поэтому лучше оставить первый. Окей. А как собственно эти облачка-то рисовать? Значит первый способ, который я использую обычно для фонов. Это просто берем кисть в один пиксель. И вот так вот, как бы вот такими вот движениями, развивающимися, уже рисуем как бы облачка. Только я это делаю не вот в таком вот большом разрешении, а как раз вот в маленьком. То есть получается, что у меня движение не вот такое, размашистое, а примерно вот так вот. И собственно вот такими вот завихрюшками я продолжаю здесь вот что-то вот так вот накручивать. А просто потом закрываю все эти, так сказать, дырки. И что теперь дальше можно сделать с этим облачком? Просто вот как бы несколько вариантов. А первое, оставить все как есть. Правда здесь было вот так. Вот. А второе, добавить как раз вот такие вот удлиненные линии. Я, кстати, советую добавлять наоборот из той стороны, в которую они плывут. То есть если они, например, плывут слева направо, то как бы длинный хвост лучше делать именно слева. Если они наоборот плывут справа налево, то как бы хвост сделаем уже здесь. И так, и так будет смотреться нормально, а ненормально будет смотреться, если мы сделаем хвост с двух сторон. Ну ладно, это не всегда будет смотреться нормально. А теперь, на этом тоже можно не останавливаться и продолжить. Значит я сейчас тоже продублирую. Значит новый слой создаем, но он должен быть под слоем с этими облачками. А теперь, так же парочку пикселей где-нибудь здесь провожу. И убавляю непрозрачность. Не сильно. Примерно до 70%. Все, теперь я как бы получил такой вот цвет. Можно сказать теневой стороны облака. А я его могу сейчас просто скопировать, так же создать новый слой. И уже этим цветом как бы рисовать дополнительные детальки для нашего облачка. А кстати этим цветом хорошо рисовать как раз те самые хвостики. Вот в принципе уже у нас три простеньких готовых облачков для какого-нибудь платформера. Не забывайте, что облака бывают разной формы. И поэтому простор, так сказать, для фантазии тоже может быть достаточно большой. А как бы еще один вид облачков, которые можно рисовать, это такие вот круглые детские облачка. Которые многие из нас часто рисовали в детстве. А здесь в принципе тоже принцип очень и очень простой. А здесь мы не рисуем уже вот такие завихрюшки. А рисуем, так сказать, просто вот такие вот кружочки по сути. Вот допустим, вот я сделал несколько кругов. И как бы все их теперь просто заливаю заливкой. Все, как бы получился силуэт такого вот облака. Но, чтобы постоянно вот так вот не делать, я рисую круги не полностью, а как бы вот так вот не заканчиваю их. И поэтому у меня как бы сразу получается такая форма. И мне при этом не нужно будет постоянно что-то доделывать. То есть я заливаю и у меня уже вот готовый силуэт. Можно еще вот сюда добавить. Также стоит добавить сюда светотень. То есть сейчас у нас просто вот такой вот темный. А мы сейчас сюда добавим такими же вот абсолютно кругами можно. И вот мы по сути получили еще одно очень простое такое пиксельное облачко, которое также можно впустить в какой-нибудь платформер. А может и не только в платформер, а в какой-нибудь, например, квест или, впрочем, что-нибудь другое. А теперь просто можно экспортировать каждый из этих облачков отдельно. А чтобы не копировать каждое новое облако на новый документ, и там его уже вставлять и потом только копировать, а можно сделать немножко по-другому. Значит, сейчас я все это ссорил в один слой. Продублирую, чтобы лишнее случайно не удалить. И значит, что теперь делаю. Удаляю все ненужное. Оставляю только вот эти три облачка. Ну, ладно, четыре. А теперь я его вырезал, вставил на новый слой через Ctrl-V. Также Ctrl-C копирую. Хотя нет, лучше сразу Ctrl-X, чтобы вырезать. И Ctrl-V, чтобы вставить на новый слой. И, наконец, последнее. Ctrl-X, Ctrl-V. Все, у меня четыре слоя на каждом из них по облачку. А теперь я иду в файл. Выбираю здесь экспортировать слои файла. Через кнопку обзора выбираю, куда мне это будет сохраняться. Ставлю обязательно только видимые слои, чтобы не скопировались и не сохранились. Вот эти вот слои, которые мне, в принципе, не нужны. И выбираем тип файла. Можно оставить PNG, либо GIF. Хотя нет, GIF здесь уже нет. Не страшно, оставляем просто PNG. Я обязательно галочку ставим на подкорочности. И на три слоев можно уже ставить по желанию. То есть, если не убрать галочку, то вот это облачко, у меня сейчас занимает 20 на 20, но я образ говорю 20 на 20 пикселей. А сам этот документ 320 на 180. Он мне сохранит этот документ 320 на 180. И там будет только одна вот эта облачка. Вот так как мне это не нужно, я нажимаю три слоев, делал мне как бы вот такой вот маленький рамочек на телу. И подлежит вот, пройду же само облачко. Без лишнего места. Нажимаю OPPL. И через несколько секунд, вот этот метод уже все сделал. Нажимаю ОК и буду смотреть. И вот именно у меня эти четыре облака, каждый в своем файле. Все, теперь вы просто можно вставить в тот же гейммейкер или введите. Хотя, что касается Unity, можно было вставить просто вот этот файл. Спортировал его. Здесь очень просто нажимаем Ctrl.IQ.S. Сохранение в формате видео. Вы настаиваете сфотографией. Все показывается на первом видео. Все, 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 все. Надо обязательно глянуть. И нажимаю ОК и будет. Все, теперь я нажимаю. Нужно вставлять в Windows и там же это делать. Все уже в рамке. И из них вставлять спрайки прямо там. Это гораздо удобнее. Ну а на этом маленькая видюшка подошла к концу. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайки, чтобы не пропустить новое завтра. Делитесь этим видео со своими друзьями и заглядывайте сюда почаще. Ну а с вами был Арталаски. И я не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok